Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, например, о чем бы хотелось поговорить, но о чем мы не будем говорить сегодня, это такие системы, например, как DDI, DHCP, DNS и IP Address Management. То есть есть у нас такая система провайдерская, Cisco Network Registrar и Enterprise-система, ее аналог IP Express. Решает очень много интересных задач, связанных с распределением именного ресурса сети. Это и управление блоками IP-адресов, и управление DNS-централизованным, DHCP-настройками и так дальше. Есть системы мониторинга такие, которые позволяют решать задачи, связанные не только и не столько с IT, сколько с безопасностью. Например, Cisco SteelSwatch. Ранее Cisco купила компанию LanCop, вот как раз продукт SteelSwatch это то, что позволяет собирать NetFlow с сети. Об этом мы будем говорить отдельно завтра. В принципе, тоже достаточно важный и интересный инструмент. О чем бы хотелось поговорить, но опять-таки мы не будем сегодня говорить, о средствах автоматизации управления сетью. То есть у нас последние наши большие выставки, такие как Cisco Live и так дальше, показывают все большую тенденцию, все большее движение в сторону автоматизации процесса управления средствами персональных мессенджеров. У нас есть корпоративный мессенджер Cisco Spark, с которого благодаря интеграции, опять-таки программируемости, можно управлять теми же коммутаторами. То есть как это делается? В качестве шоу-кейса подключается к мессенджеру Google Natural Language Programming Interface. Мы пишем, окей, маршрутизатор, расскажи мне, какие у тебя есть каналы. Он преобразовывает это все, API преобразовывает это все в понимание тех команд, которые нужно дернуть на маршрутизаторы. Ну и мы получаем уже машинный ответ в виде шоу какой-то командочки. И многое-многое другое. То есть таких инноваций на самом деле очень много. И продуктов, которыми можно обогатить систему управления нашей сети, действительно много. И в портфеле Cisco, и в портфелях наших эко-партнеров. Но сегодня мы остановимся конкретно на Prime Infrastructure, системе управления сетью, которая мы уже считаем как классическая система управления, основана она на шаблонах конфигурации и сценариях. Поговорим о Cisco Epic EM. Это SDN контроллер для enterprise сетей. Основная задача которого автоматизировать задачи управления сетью, сделать множественное управление, сделать программно управляемое управление. То есть когда внешние системы могут попросить нашу сеть изменить свои настройки либо поведение. И поговорим о Cisco Identity Services Engine. Позиционирование Cisco Identity Services Engine для задачи управления сетью двойственное. То есть для решения безопасности, там понятно, антификация, авторизация и так дальше. Но для мониторинга Cisco Identity Services Engine может дать очень много с точки зрения понимания, кто и что у нас находится в сети. Другой момент, какой дает Cisco Identity Services Engine для современных сетей, это персонализация доступа. Это тот связующий элемент, механизм, который позволит выстроить политики в Cisco Epic EM, Prime Infrastructure по группам пользователей, а не по сетевым адресам. И который в целом позволит достаточно жестко, гранулярно разделить права доступа в нашей сети. Неоднократно уже сегодня говорилось о том, что мы живем в начале эпохи больших перемен. Digital Business, концепции, цифровизации, они приходят к нам со всех сторон. Аналитики говорят о том, что в ближайшее время все кардинально поменяется. В первую очередь поменяется подход к построению бизнеса. Раньше мы говорили, что влияние IT на бизнес велико. Сейчас мы говорим, что оно практически абсолютно. Что мы ждем в ближайшее время? То, что все IT-технологии будут заточены под то, чтобы бизнес, который их использует, мог получать больше, быстрее, эффективнее. Для этого появляются тренды software defined, то есть управление программируемостью. Для этого делается очень много всеми производителями с точки зрения упрощения подхода управления сетью, сетевыми устройствами. Для этого пересматривается в целом парадигма управления как таковая. То есть мы уходим от конфигурации, идем в политики. Уходим от понимания частных настроек к понятию data modeling. Когда мы моделируем нашу сеть с точки зрения высокоуровневой цепочки предоставления сервисов. Это звучит несколько непонятно для сетевых команд инженеров, но это весьма понятно и актуально для уровня бизнеса. Почему мы говорим на этих форумах о таких инновациях? Потому что все чаще мы видим даже в Украине, когда бизнес приходит с новыми идеями. То есть, как правило, эти идеи, они достаточно абстрактные. У нас есть сеть филиалов, мы работаем с заказчиками, нужно с ними работать лучше. Ну, такой постулат. Окей. То есть от руководителей высокого уровня ждут инноваций. Инноваций, связанных с цифровизацией, социфровкой бизнес-процесса в целом. Что это значит? Это значит, что появляются новые идеи. Если у нас есть филиальная сеть, и мы работаем через филиальную сеть с заказчиками, давайте с ними работать лучше. Давайте, ну, например, внедрим видеоконференц-связь, которая поможет в самом удаленном филиале получить детальную консультацию по нашим продуктам посредством видеоконференц-связи. Звучит здорово? Ну, казалось бы, идея не нова, в принципе, да, вот как бы раньше или позже многие организации к этому приходят. Как это отражается на современных сетевых подразделениях? Когда вот сетевое подразделение принимает такой вопрос от бизнеса, ну, появляется некоторая пауза, в течение которой это все дело осмысливается, и там простой ответ, окей, начинаем проект. Что значит проект? Это значит, что это несколько месяцев, это множество работ, множество изменений, это какие-то должны быть понятные результаты реализации такого проекта уже большого. Ну, и, соответственно, привлечены квалифицированные ресурсы, которые обеспечат изменения в сети от А до Я. Так было всегда и так есть по сей день. Что ждет бизнес от современных сетей? От современных сетей бизнес-уровень ждет несколько другого подхода. Когда каждая из идей цифровизации практически моментально внедряется на сети. Звучит фантастически, потому что, ну, что такое видеоконференция в филиалах? Это значит, нужно туда увести оборудование, которое способно обеспечить необходимую полосу, способно обеспечить quality of service, то есть, сепаратизацию обслуживания, которое обеспечит определенные настройки безопасности, предоставит услугу видеоконференц-связи конкретным группам пользователей, ну и многое-многое-многое-многое другое. Вот задача современной сети и движения, в котором движутся все производители, это сделать упрощение. Упрощение сети до того уровня, когда высокоуровневые бизнес-задачи могут быть разбиты на много маленьких компонентов, сценариев, которые решают ту или иную задачу, ну и в принципе с них можно уже впоследствии собрать реализацию, которая обеспечит выполнение той или иной бизнес-задачи средствами сетевого оборудования. Пример. Новая технология внедряется в филиале, текущее оборудование недостаточно, либо филиал новый открылся, значит, туда должно уехать устройство. Устройство кто-то должен настроить. Обычно оно там со склада дистрибутора либо партнера заезжало куда-то в офис, где админ садился и вбивал пяток команд для того, чтобы это устройство могло увидеть центральный офис. Либо же там полную конфигурацию и так дальше. Это занимало время. Ну, на Западе оценочная стоимость вот таких работ 200 долларов. То есть, если мы ответим бизнесу, что окей, для каждого из филиалов ваша идея там как минимум на этом самом первом этапе будет стоить по 200 долларов и где-то там недельку времени, ну, это как-то вот не очень здорово звучит. И все идеи цифровизации упираются в реализацию. Средства автоматизации позволяют автоматизировать это все дело и упростить. И каждая из таких задач, там, внедрение косо, первичная настройка, настройка безопасности, средствами SDN-технологий, может быть обличена в какой-то веб-ориентированный сценарий, визор, в котором мы жмем next, next, next. Задаем параметры, которые мы бы хотели получить от сети, ну, и получаем это уже в виде конкретных настроек на устройствах. Вот куда мы, собственно, движемся. То есть это данность современности, то, что наши сети меняют свой облик, они перестают быть набором устройств, они становятся единым организмом. Единым организмом, который будет решать задачи бизнеса. Хотим мы этого или нет. Единственное, что мы можем сделать, вот как сетевые ребята, то есть мы можем быть в ногу с современными трендами и понять, как современные подходы, технологии и решения нам позволят быстро и качественно отвечать на вот такие вот запросы. Каждая идея с цифровизацией так или иначе ложится на сетевую инфраструктуру. Потому что если мы что-то оцифровываем, значит, это что-то, после того, как мы это оцифровали, какой-то бизнес-процесс, часть цепочки создания продуктов и так дальше, мы должны получить в виде машинных данных какой-то ответ, что у нас это все работает, то есть связать все воедино. Любая цифровизация так или иначе полагается на связанность всех компонент в единой инфраструктуре. Поэтому сеть становится неотъемлемым и ключевым инструментом цифровизации бизнеса в целом. Сложности. Они есть, они будут. И, пожалуй, это вот то, с чем большинство вендоров-производителей оборудования пытаются бороться тем или иным способом. Первое – это множество технологий. То есть, действительно, для решения простой задачи, ну, например, чтобы я со своим мобильным устройством мог получить персонализированный доступ, согласно моей роли в компании ЦИСКО, в любом из офисов ЦИСКО. Ну, актуальные требования, в принципе, это очень удобно. Приехал в Амстердам, я как инженер получаю доступ к каким-то инженерным ресурсам в сети Амстердама. Вот там, сижу в Киеве, получаю доступ в Киеве, уехал на тренинг в Сан-Хосе, получил точно такой же доступ. Но техническая реализация предусматривает то, что меня нужно аутифицировать, отнести к какой-то группе, связать с сетевыми элементами, выдать настройки безопасности, обеспечить качество сервиса, отдать обратную аналитику в систему управления, сообщить системам информационной безопасности о том, что действительно такое перемещение меня, как бизнес-единицы, произошло, и связать это в виде какого-то готового отчета, который говорит, что так и должно было быть, а не эта нештатная ситуация, например, украденный мобильник, с помощью которого пытаются получить доступ к корпоративной сети. Такая задача очень сложно решается при управлении единичными коробками. Когда сеть большая, мы все перечисленные действия должны делать на каждой из коробочек. Мы видим, что сеть нужна не просто для того, чтобы была, а не просто получить выход из интернета, она нужна для определенных приложений. Например, у меня на моем мобильном устройстве установлен, пожалуй, спиток корпоративных приложений, которые я использую в повседневной жизни. Это не только электронная почта, это и внутренние порталы, и системы отчетности, ну и так дальше. Все эти приложения зачастую используют в качестве транспорта HTTP. То есть, опять-таки, разобрать HTTP, понять, что это конкретное приложение, бизнес-релевантное, а не бизнес-релевантное, требует ли оно, например, как корпоративный Cisco Jabber приоритизации в обслуживании, для того, чтобы голос не рвался при общении с коллегами и так дальше. То есть, все это ложится на понимание приложений и трафика приложений. Ну и таким образом мы говорим о том, что современные сети, они, конечно, хороши для обеспечения connectivity, но они слабо и медленно отвечают на те требования бизнеса, которые возникают все чаще и чаще. Самое главное, они будут возникать чаще, потому что в течение пяти лет по аналитике Гартнера мы ожидаем, что порядка 40% компаний, существующих на современном рынке, с него просто исчезнут. Ну, скажем так, условно, за ненадобностью, либо не выдержат конкурентной борьбы. Поэтому цифровизация и все, что связано с цифровизацией, и с сетью, и с управлением сетью, и с гибкостью настроек, это то, куда движется мир. Что мы видим на данный момент? На предыдущей сессии был очень правильный вопрос. Существует, например, технология Intelligent One. Кто ее внедрил в Украине из сидящих в зале? Рук не было. То есть существуют средства централизованного управления сетью. Много ли их компаний применяют? У кого есть средства централизованного управления всей сетью? Поднимите руки. Ну, есть компании, да, то есть зачастую потребность в таких системах возникает в первую очередь по требованиям compliance. То есть должен быть change management конфигурация, ролевая модель управления и так дальше, и так дальше, и так дальше. Ну и как бы это не было тяжело менять парадигму от управления конкретным устройством через CLI, плавно переходим к системам массового управления. Таким, например, как prime infrastructure и так далее. По факту мы говорим о том, что множество изменений сейчас проводятся вручную. И только те компании, которые берут себе на вооружение новые технологии, системы массового управления сетью, системы автоматизации, они начинают чем-то выделяться. То есть я приводил пример с постановкой задачи от бизнеса и как это ложится на сетевое подразделение. Вот если сетевое подразделение на любую бизнес-идею говорит, окей, сделаем, оно становится конкурентоспособным. То есть эта компания, она уже может быстрее приносить инновации, быстрее приносить те продукты, которые она дает своим клиентам, быть более конкурентоспособной. На данный момент мы говорим о том, что порядка 70% нарушения политик это человеческий фактор. Ну, то есть политики нарушаются не потому, что какой-то плохой пользователь решил сделать диверсию. Они нарушаются потому, что сетевой администратор либо администратор безопасности не исключил такую модель поведения. Вот если она не исключена, не определена политикой, как там строго запретить, раньше или позже этой лазейкой кто-то воспользуется. Даже это может быть не наш сотрудник, который там случайно воспользовался. Это может быть хакеры, сторонняя организация скомпрометировала рабочее место администратора и воспользовалась такими премиссив правами, которые имеют это рабочее место. Мы говорим о том, что 75% затрат сетевых подразделений – это ОПЕКС. Это задачи управления, изменения и так дальше. Опять-таки в новой цифровой реальности мы ждем то, что количество ОПЕКСов должно уменьшаться. Опять-таки это требования с уровня бизнеса. Внедряя изменения, внедряя инновации, мы ждем то, что это не будет обременительным грузом. То есть, что каждая идея не превратится в долгоиграющий проект, а будет там достаточно быстро и легко реализована на нашей сети. Потому что если идеи бизнеса становятся долгоиграющим проектом, это всегда риски. То есть за полтора года, который длится сложный сетевой проект, меняется линейка оборудования, меняется ландшафт сети, меняются политики и правила, меняются те сетевые объекты, которые мы используем для построения тех или иных изменений. Как это решается? Ну, в первую очередь, это абстракция. Абстракция нам нужна для того, чтобы мы могли осуществить мечту большинства управленцев как сетевики и нарисовать сеть как одно облачко. На любом флипчарте, в любой схеме, то есть не изображать ее как множество устройств, которые требуют отдельные настроики, конфигурации и так дальше, а просто сказать, что вот эта сеть, и она обеспечит все, что нужно. SDN подход нам дает возможность контроля. То есть когда мы можем динамически влиять на состояние сети. Хороший пример с приложением Dynamic Cost, который сейчас уже есть на нашем SDN контроллере. Два пользователя имеют по IP телефону, один пользователь звонит другому. СИП сигнализация уходит на IP-ATS. Наша IP-ATS Cisco Unified Call Manager может автоматически известить SDN контроллер о том, что мы ожидаем звонок от абонента А к абоненту Б. Попросить SDN контроллер обеспечить качество обслуживания Quality of Service автоматически настроить по всей трассе прохождения сигнала. SDN контроллер это применяет, и когда сессия завершается, эти настройки убирают. Классические системы управления в целом такую динамику не могут выдержать. Но тем не менее, даже классические системы управления нам нужны в данный момент для того, чтобы обеспечить нужную гибкость. Частные сценарии, которые можно автоматизировать и которые требуют динамики, решаются SDN контроллерами. Классические задачи изменения сети решаются классическими системами управления. Автоматизация и программируемость – это те два момента, которые в целом также отличают SDN подход от обычного подхода. Автоматизация нам позволяет добиться непревзойденных результатов с точки зрения внедрения новых функций на сети, а программируемость защищает инвестиции. Поскольку нам не нужно программировать каждое устройство, не нужно разбираться с его спецификой, а благодаря уровню абстракции мы программируем сетевой контроллер, мы в целом можем достаточно быстро добавлять, менять функции, переиспользовать и так дальше. С точки зрения разработки это очень здорово. Циск от Digital Network Architecture. Ключевые принципы – автоматизация, аналитика, виртуализация и управление сервисом. Это то, что лежит в концепции того, как должна выглядеть высокоуровневая современная сеть. Автоматизация – это средства управления, Prime Infrastructure, Epic EM и CSKAIS. Аналитика – это все то, что нам отдают наши системы сбора данных. Виртуализация – это возможность размещения специфических приложений на сетевых устройствах. Сервис менеджмент – это возможность получения облачных технологий и оркестрации существующими решениями с одной точки. Какие ключевые принципы связывают все эти домены вместе? В первую очередь это открытые API. И, скажем так, инфраструктура, среда для разработчиков. CSKA несколько лет уже двигается в направлении открытия своих API. То есть большинство API у нас открыты и доступны для использования. DevNet CSKA.com – это тот ресурс, где можно получить исчерпывающую информацию по всем API. После того, как мы открыли большинство наших API, пользователи, разработчики ими воспользовались, и мы получили некую обратную связь. То есть той информации, которая сейчас есть в API, для большинства случаев недостаточно. Что мы ждем в ближайшее время? То, что весь доступный функционал сетевых устройств будет доступен через API. Это эволюционный процесс, и опять-таки семимильными шагами движемся в этом направлении. Стандартизация и открытые программные интерфейсы – это опять-таки то, на что делает ставку CSKA. Зачем это нужно? Для того, чтобы сторонние организации, наши эко-партнеры, наши заказчики сами могли дописать все, что надо для функционала единой программно-управляемой сети. Виртуализация как подход, позволяющий получать нужные функции, нужные приложения для распределенных вычислений на сетевых устройствах. Ну и в целом, всепринизывающая безопасность – это то, что позволяет убедиться в том, что все решения у нас работают предсказуемо и полностью соответствуют требованиям регуляторов. Чуть ближе к действительности. Вот этот слайд мне пришлось немножко, скажем так, подправить и убрать то, что у нас предвидится в roadmap и что еще не прорелизено. Но суть его такова. Такой подход Digital Network Architecture позволяет уйти от подхода, когда мы просто внедряем изменения в сети, к несколько другой модели. То есть с точки зрения той же аналитики, раньше мы проектировали решения, внедряли изменения и наблюдали, что же происходит с нашей сетью. Потом нам стало интересно. Окей, то есть в сети это же не просто трафик, это трафик приложений. Потом пришло осознание, что сеть может быть превращена в некое единое устройство и появилось понятие фабрики. То есть это уже сейчас актуально и реализовано, например, в дата-центре. То есть CCI керирует понятием фабрика. То есть у нас не сетевые устройства, не Spine and Leaf, у нас фабрика, единый механизм, который обеспечивает реализацию сетевых функций. Дальше больше. Мы видим то, что такой подход нам позволяет получать живую аналитику. Ну, например, в том же подходе в дата-центровом ACI мы средствами VXLAN получаем атомарные счетчики. То есть каждый пакет у нас учтен. Был вопрос о том, как меряется, например, загрузка интерфейса, ставить доступные банды и так дальше. В дата-центровой части это уже сделано как раз средствами VXLAN учета каждого пакета. То есть мы не говорим о том, что мы понимаем, какая полоса доступна. Мы говорим о том, что мы точно знаем, сколько прошло трафика, а не замеряем нагрузку на интерфейсах каждую секунду и потом выравниваем эту полочку. Куда это все движется? На самом деле все движется к самооптимизируемым сетям. Когда у нас и средства настройки, и аналитика будут единым живым организмом. Мы ждем ближайшие релизы новых платформ, связанных с управлением и сбором информации от сети, которые будут соответствовать архитектурному подходу Cisco DNA, которые будут рассчитаны как раз на самооптимизацию. Если говорить высокоуровнево, это выглядит где-то следующим образом. Мы видим проблемы от сетевого устройства. То есть мы сейчас можем получить какие-то логи, трэпы и так дальше, алерты в систему управления. Но в чем причина такого состояния, мы не понимаем. Что мы делали раньше? Раньше мы собирали множество источников информации. CISLOG, SNMP, NetFlow. Эта информация зачастую была избыточная. Мы ее как-то там фильтровали, коррелировали. Средства NICM получали ответ, что высоковероятно, есть предположение, что вот такой набор событий связан с тем, что проблемы не на этом устройстве, а на соседнем там вот в таком-то сценарии. Что значит самооптимизация? Это значит то, что системы сбора аналитики будут обучаемые. То есть такие технологии, как диплёрнинг и нейронные сети, они уже внедряются в наши продукты. В тех же продуктах, как для сбора NSLOS, CISLOG, они уже работают такие технологии. То есть когда по паттернам трафика система аналитики обучается и понимает, что хорошо, что плохо. Самооптимизация значит, что когда мы собираем информацию сетевого устройства, понимаем, что на нём проблемы, но не понимаем почему, благодаря системам централизованного управления сетью, SDN-подходу, появляется возможность постучаться на это устройство и попросить включить дополнительный лог-левел, дебаг-левел, сделать вывод каких-то конкретных команд. И вот это уже становится действительно интересно. Когда мы не просто собираем ворох информации и в нём ищем, как иголку в стоге сена, а когда мы запрашиваем ту информацию, которая нам важна для принятия решений. Вот куда двигаются технологии с точки зрения управления и мониторинга современными сетями. Что является предосновой такого движения? Безусловно, это понятие фабрики. Уже сейчас в дата-центровых технологиях мы видим фабрику как подложку работающей системы ACI, Application Centered Infrastructure. Уже сейчас понятие фабрики и превращение сети в единое устройство доступно в нашем энтерпрайз-оборудовании. Был большой анонс на берлинском Cisco Live. Всего, что связано с фабрикой. То есть идея такова, что мы набор наших сетевых устройств превращаем в облачко и определяем роли и политики для этого облака на бордер-элементах. То есть на тех устройствах, которые смотрят, например, на пользователей либо на внешние сети. А всё, что внутри, у нас в целом-то мы можем вскрыть и автоматизировать. Зачем нужен такой подход и зачем нужна фабрика? Вот когда сеть превратилась физически в одно устройство в фабрику, то как раз средства автоматизации позволяют реализовать более сложный сценарий. Какой может быть сценарий? Для энтерпрайз-сетей это сегментация. То есть когда мы говорим, что окей, теперь у нас вся сеть это одно облачко, это фабрика, но нам бы хотелось, чтобы в этой фабрике конкретная группа пользователей была полностью изолирована от другой группы пользователей. Чтобы эта изоляция проходила сквозь через все филиалы наш центральный офис и СОД. Мы хотим, чтобы от изменения IP-адреса ничего не менялось. Вот такой сценарий может быть реализован средством SD. Мы ожидаем его релиза в ближайшем будущем. Ну и в целом понятие фабрики это то, что дает техническую предоснову для реализации SDN-сценариев, которые будут позволять реализовывать очень много интересных вещей на нашей современной энтерпрайз-сети. При этом мы уходим от понятия конфигурации и приходим к понятию политики. Конфигурация отвечает на вопрос, как сделать, политика отвечает на вопрос, зачем это делать. Политика. Хотим приоритет приложениям видео и голос, потому что они чувствительны к задержкам. Конфигурация, применить КОС на таком-то порту. То есть вот такая разность, она в целом определяет то, что политики более удобны для реализации высокоорвленных сценариев средствами SDN. Ну и, безусловно, централизованное управление. То есть когда мы не просто видим всю сеть, мы можем изменять гранулярные параметры и получать исчерпывающий мониторинг. Три ключевых продукта, которые уже сейчас решают часть этих задач, будет решать все больше, это Epic EM SDN контроллер, ICE, средства персонализации доступа в сеть и Prime Infrastructure, как система гранулярной настройки сетевых изменений. Хочу сразу обратить внимание, то, что позиционирование Epic EM, это автоматизация, это SDN, это Prescriptive Scenario. Понятно, что чего нет в веб-интерфейсе, там не появится с точки зрения функционала. Есть TPI, который дает многое, есть приложения, которые выполняют специфические функции, но большинство задач, которые связаны с детализацией, они ложатся на Prime Infrastructure. Такая ситуация, она будет, скажем, 3-5 лет еще жить, но в будущем парадигма управления полностью съедет на SDN подход, когда в SDN контроллере 99,9% всевозможных жизненных сценариев будут реализованы. Для разработчиков, для вендоров это простота разработки, когда любая функция разрабатывается один раз для одного контроллера. Для наших заказчиков, то есть конкретно для вас, это возможность получать инновации со скоростью придумывания идей. Придумали идею, что можно сделать с большой сетью, как с одним организмом, написали небольшой код в виде там веб-интерфейса и приложения, которые средствами API говорит контроллеру, что нужно поменять в сети, и это меняется, и это работает, и это вот то, куда будут двигаться современные сети. Безусловно, то есть отвязка от сетевых элементов, от сетевых идентификаторов, она нужна, и это делает у нас Айс. Кроме фабрики, абстракция с помощью контроллера, возможность реализации лучших практик и встроенные проверки. ЦИСКО на рынке сетевых технологий существует очень давно. Большинство из вас, я думаю, что так или иначе, связанные с настройкой устройств ЦИСКО, получали какие-то сертификации, наверное, все знают, там, вот эти большие талмуды, которые выпускала и выпускает ЦИСКО-пресс, да, настройка BGP, там, 450 страниц, там, я не знаю, ОСПФ, там, еще отдельная книжка, там, VXLAN, еще отдельная книжка, да, это, ну, это большие объемы знаний, в которых, ну, достаточно тяжело разобраться, еще тяжелее сориентироваться и намного тяжелее определить, а что из доступного функционала является лучшим и рекомендуемым. Когда стало возможным централизованно управлять всей сетью и изменять ее поведение, появилась возможность вживлять лучшие практики и лучшие рекомендации, как то, что прячется под капотом. Ну, то есть, понятно, что можно настроить метрики маршрутизации вручную. Много ли людей это делают? Ну, как правило, нет. То есть, берут лучшую практику, лучшие рекомендации и применяют. Есть, конечно, юс-кейсы, когда это нужно там подтюнить, настроить, но в большинстве случаев это не надо. Идея SDN-подхода как раз применить лучшие конфигурации, которые нажат в течение там фактически почти уже 30 лет существования компании в виде готовых сценариев, которые спрятаны под капот контроллера. О чем обычно не задумываются сетевые подразделения? Это о таких вещах, как безопасность. Пинги бегают? Бегают. Доступность есть? Есть. Сеть работает? Работает. Безопасность? Пожалуйста, подразделения безопасности, придите и займитесь на нашем сетевом оборудовании настройками безопасности. Где-то вот такой ответ мы наблюдаем во многих организациях. Чем это плохо? Ну, конечно, connectivity есть, сетевая часть работает как часики, но настройки безопасности – это дополнительные работы, дополнительное время, дополнительная нагрузка, которая должна лечь на чьи-то плечи. Централизованное управление, SDN-сценарии, автоматизация позволяет сделать безопасность неотъемлемой частью всех конфигураций. То есть, когда у нас нет вариативности сделать настройку либо сделать безопасную настройку, нет вариативности сделать подход не так, как по best practice. То есть, best practice предусматривает лучшие настройки параметров и тут же предусматривает лучшие настройки по безопасности либо как минимум какой-то вменяемый baseline уровень, который точно должен быть. Конечно же, хочется управлять физической виртуальной инфраструктурой с одного места, и технологии оркестрации нам позволяют это сделать. SDN-сценарии позволяют это сделать гибко и автоматизировано, но что нам позволяет получить уверенность в том, что у нас все действительно работает так, как нам бы хотелось, это возможность корреляции большого количества данных. Сеть сейчас очень ценный и важный источник данных. И мы можем получить не только информацию о том, как у нас работает сеть, но и с помощью сети получить некоторые инсайты. Так, например, какие у нас тенденции в сети? Как у нас растет трафик? Как он будет расти? Потому что, например, если в течение 10 лет трафик с мегабита вырос до 2, это не значит, что через 10 лет ближайших будет 4, скорее всего будет 20, либо 50. То есть это то, что позволяет выстроить аналитика больших данных. Она позволяет планировать сеть, планировать адресный ресурс, планировать емкость сети и многое другое. Ну и интеграция IT-процессов с внешними системами – это тоже такой важный момент, который будет все больше учитываться в построении современных сетей. Что нужно для того, чтобы оцифровать сеть? Ну, безусловно, SDN-контроллер, ICE, как я уже говорил, потому что нам нужно отвязаться от сетевых параметров и сделать ролевой доступ по группам пользователей, либо по группам приложений. И, безусловно, это будет предусматривать некоторые апгрейд инфраструктуры. То есть мы уже говорили сегодня о том, что EOS XE был переписан, была сделана 16-я ветка, которая к XMDB, базу данных, конфигурации и счетчиков позволяет хранить в виде готовых параметров и адресовать множественно по всей сети. В чем была раньше проблема? EOS развивался, его дописывали, но вот каждый сетевой администратор знает, что если сделать шоу, вывод там пяти разных команд шоу, то в целом они выглядят по-разному. Сделано это было для удобства человека, посмотреть шоу IP-роудс, роутинг, посмотреть какие-то параметры, счетчики и так дальше. Мы каждый раз видели то представление, которое было удобно для человека. Для программируемости это неудобно. То есть это нужно постоянно парсить, разбирать, как-то преобразовывать. Поэтому непосредственно обращаясь к базе данных конфигураций, мы всегда получаем однозначный ответ в виде понятного для программистов формата XML, JSON и так дальше. То же самое. Раньше нам для того, чтобы померить нагрузку на интерфейсах, нужно было с периодичностью несколько секунд брать трэпы и понимать, какая нагрузка сейчас на интерфейсе и как-то там это выравнивать. Чисто теоретически сейчас мы уже можем получать готовые счетчики, которые полностью считают трафики, и делают метки, за какой период времени этот трафик получен. Поэтому новое железо, оно будет появляться. Мы уже ждем анонсов этим летом, этой осенью, новых платформ, которые будут работать на iOS XE, будут ориентированы на работу в Enterprise фабрике и будут готовы и адаптированы к SDN сценариям. Такое оборудование есть уже сейчас, но новое оборудование будет выпускаться для потребностей масштабирования. То есть более емкие текамы, то есть память, которая будет обеспечивать выполнение политик непосредственно на устройствах. Всегда у нас будет стоять вопрос политики против конфигурации. Prime Infrastructure чаще всего управляет конфигурациями. Мы говорим о шаблонах конфигурации, о едином управлении всей сетью, будь то LAN, WLAN, WAN сети и так дальше. Если мы говорим о IPQ, мы говорим о автоматизации, и тут уже больше политики. Роль политик будет постоянно расти. Мы говорим о том, что у нас традиционная модель управления, она будет постепенно уходить в пользу SDN подхода. В чем разница двух подходов? В том, что конфигурации, они кастомизируемые, и они требуют некоторого экспертного понимания, что мы все-таки делаем. А политики, они зачастую про скриптив и ориентированы на требования бизнеса. В 2015 году у нас были первые реализации SDN контроллеров для enterprise сетей, и мы уже говорим о том, что у нас плавно увеличивается количество политик по сравнению с количеством конфигураций. Как это может выглядеть в частном примере? Хорошо всем знакомая задача – обновление сетевого софта. Как мы ее решали раньше? X-Modem. Кто помнит вот такую реализацию? Есть люди, да? Знаете, что такое X-Modem? Обновление посредством X-Modem прошивки на коммутаторе занимало, у меня на памяти, где-то 4,5 часа. То есть это достаточно медленно. Потом в тренд вошло обновление по TFTP. Это было быстрее, но зачастую тоже имело очень много нюансов. Я уже не говорю о безопасности такого подхода, но TFTP не всегда работал с большим количеством, данных, не всегда гарантированно отрабатывал, ну и тоже имели некоторые проблемы с этим. Потом пришла идея. Окей, а почему бы не делать обновления, ну, например, с помощью скриптов? Да, действительно, скрипты решали все эти задачи, когда, например, там конфиг по TFTP не долился. Либо мы внедряем изменения по всей сети, ну, там, пусть это даже 5 устройств, на 4 конфиг загрузился, на 5 нет, ну, как бы новая конфигурация, наверное, не будет там поддерживаться, либо какая-то функция. Поэтому мы перешли к системам массового управления. Опять-таки, то есть позволяет решать очень много задач, но, как все системы массового управления, имеют ряд ограничений. Пример. Три типа устройств, 5 разных версий конфигураций, и, соответственно, значит, нам нужно поддержать 3 на 5, 15 шаблонов для того, чтобы сделать какую-то функцию. Для обновления софта это может быть менее критично, но, тем не менее, зачастую мы сталкивались с тем, что у нас нужно было, ну, например, в том же Prime, делать обновление софта в виде джобов, то есть задач, которые мы шедулили, которые проходили, потом скрипты уже в Prime, выполняли проверки того, как же прошел этот апдейт. Что хотелось бы? Хотелось бы, чтобы новая архитектура DNA упростила этот процесс. Что для этого нужно? Для этого слегка переписали EOS, сделали его более модульным и сделали возможность точечных апгрейдов, System Mental and Subgrade. Добавили жизненный цикл к такому подходу, когда мы можем в централизованной системе управления на SDN-контроллере сделать массовые апдейты софта и, что самое главное, сделать некоторые pre- и post-апгрейд проверки. Просто очень обидно и досадно, когда обновили софт, а BGP отвалился. Делать даунгрейд, ну, тоже время. То есть, опять-таки, обновление софта средствами SDN позволяет сделать очень много интересных проверок. То есть, там, откатить изменения и так дальше. Благодаря тому, что у нас был переделан EOS и в целом он становится все более общим для разных платформ, маршрутизаторы, комбутаторы и так дальше, и беспроводная часть. Благодаря тому, что мы всю нашу сеть можем представить как Enterprise-фабрику и получить возможность не только реализации изменений, но и мониторинга и трэбл-шутинга, мы все ближе подходим к той заветной мечте, когда Digital Network Architecture обеспечит реализацию средствами сети задач бизнеса. Что дает в этом плане APKM, как SDN-контроллер? В первую очередь, это высокомасштабируемая платформа. Первый релиз APKM, который прошел уже достаточно давно, наши разработчики позиционировали как громадный прорыв. Что для них это значило? Это значило, что в принципе SDN-контроллер был практически голый, то есть пользовательских приложений на нем не было, но разработчики сумели средствами Linux, отдельно дописанных кусков софта, обеспечить высокую масштабируемость платформы. Когда SDN-контроллер может быть растянут не на две ноды для отказоустойчивости, даже не на три, а до 32 нод. То есть это было здорово. После того, когда сделали надежную платформу, которая позволяет масштабировать внедрение горизонтально, появилась возможность уже туда сверху донаращивать те сервисы, которые необходимы, чтобы на нем работали. Контейнеризация и все новые технологии, которые сейчас появляются, опять-таки помогли в этом направлении. И мы средства отказоустойчивости реализовали на SDN-контроллере в виде контейнеров. То есть у нас приложение, функционал, роли, внутренние сервисы, они на разных нодах между собой переезжают, и отказ единичного узла, в принципе, не особо-то влияет на работоспособность системы. Что это дает в итоге? Надежная платформа обеспечивает единую точку работы с сетью. Надежную точку. То есть у нас это не узкое звено, это единая точка, которая обеспечена с точки зрения и масштабирования, и отказоустойчивости. Ну и, конечно же, серверные интерфейсы, ролевая модель. То есть когда у нас появляется возможность с внешним приложением по API стучаться на наш, в единую точку нашего контроллера, и благодаря отказоустойчивости быть уверенным, что вот такой вот вход от приложения в сеть, в целом-то он безопасен. То есть он позволяет массово внедрять изменения в сети с высокой уверенностью того, что это там не отвалится и не развалится. В чем еще особенность подхода SDN от Cisco? SDN тоже бывают разные. Есть так называемый white box решение, когда коробочка безликая, безымянная, нефункциональная, и вся логика живет на контроллере. С этого начиналась сама-то идея развития SDN. Cisco идет по гибридному пути, когда часть логики живет на контроллере, часть отрабатывает непосредственно на железе. Поэтому если у нас отваливается контроллер, ну да, естественно, какие-то изменения в сети вносить мы, наверное, уже не сможем, но большинство функций, которые были напрограммированы в дейтаплейн конкретного железа, не будут работать. Поэтому гибридный подход нам позволяет убедиться в том, что сеть останется работоспособной даже в случае выхода контроллера из строя. Что сейчас есть на нашем SDN контроллере? Это стандартное приложение Discovery, Topology, Plug and Play и Past Trace. Это те приложения, которые будут в каждом следующем релизе. Последующие приложения, они вынесены как атомарные продукты, то есть от релиза SDN контроллера, либо от релиза приложений будет мало что зависеть. То есть SDN контроллер одной версии, на нем мы можем поставить iVan следующей версии, EasyCost еще следующей версии и так дальше, и так дальше. Либо же удалить. То есть встроенные приложения будут всегда, они обеспечивают работоспособность базовой у сети, функциональные приложения будут добавляться. Чем дальше, тем больше будет таких приложений, которые, наверное, правильнее перевести на русский язык, как не приложение, а как сценарий. То есть сценарий, который решает конкретную задачу. С точки зрения SDN контроллера, внешние системы являются точно такими же приложениями, как и свои собственные приложения. Почему? Потому что общение вот этих приложений, встроенных, нам тоже идет по API. То есть все, что мы видим в веб-интерфейсе, это на самом деле вызовы на подложку, на SDN контроллер. Сыск-1.2. Engine общается по API с SDN контроллерами, Call Manager, как я уже проведен в примере, со звонком и с обеспечением КОСО, тоже общается по API. Prime Infrastructure общается с SDN контроллером по API. Prime Infrastructure может управлять устройствами, SDN контроллер может управлять устройствами. Завтра в 13.45 будет демо на стенде IT-интегратора по автоматизации управления средствами SDN технологий. Поговорим немного о фабрике. Как это выглядит? Есть у нас некоторая сеть. В сети достаточно много устройств. Функциональная нагрузка, как правило, ложится не на сетевые устройства, которые у нас внутри, а на те пограничные сетевые устройства, которые принимают сторонний трафик. Поэтому, создавая определенный такой себе оверлей, мы виртуализируем нашу сеть и всю внутреннюю ее связанность и обеспечиваем некоторую простоту топологии, которая позволяет играть те или иные функции. Что это нам дает? Мы можем получить один оверлей, либо два, либо несколько, либо столько, сколько нам нужно. Примеры, зачем такие оверлеи могут быть нужны. Например, по всей нашей сети есть три группы пользователей. Каждая из групп пользователей изолирована отдельным оверлей. Это как вариант реализации. Какие технологии могут обеспечить такой оверлей? Ну, например, в AX Lab. Как управлять всеми этими оверлеями? Опять-таки, тоже есть какие-то механизмы, которые позволяют обеспечить управление оверлеями с точки зрения политики. Это могут быть такие технологии, например, как LISP, обеспечивающие IP-мобилити в пределах разной IP-адресации. Понятно, что оверлей у нас так или иначе упирается в дейтаплейн. То есть дейтаплейн – это то, как обрабатывается трафик. Есть у нас еще контрол плейн. Тоже для того, чтобы работать технологии, которые позволяют связать управление оверлеями вместе. Что это нам дает? Фабрика, оверлей, виртуализация, разделение дейтаплейна и контрол плейна на уровне всей сети нам дает возможность, реализовать сценарии гранулярного разделения доступа во всей нашей кампусной сети. Притом, это все может быть реализовано от веб-ориентированного сценария средствами SDN-контроллера. Что нужно для того, чтобы это все заработало? Ну, в первую очередь, ICE. Потому что, если мы говорим о кампусной сети, то у нас тут концепция User-Centric Infrastructure. То есть все крутится вокруг пользователя. Пользователь – это не просто учетка в Active Directory, это определенная роль. Роль, которая должна быть оттранслирована по всей нашей сети. Что нам дает еще ICE? Ну, то есть кроме того, что он решает задачи безопасности и сегментации сети, то, что он позволяет интегрироваться с SDN-решениями, он нам позволяет видеть несколько больше, чем мы обычно видим в нашей сети. Существует множество сценариев использования ICE, как для задач сети, как для задач мобилити, так и для задач безопасности. Все эти сценарии, ну, перечислить достаточно сложно. То есть мы будем говорить о том, что ICE – это связующее звено, и это некий швейцарский нож, который имеет действительно много. В каждой новой версии мы видим, что появляются новые функции, такие, например, как видимость приложений на устройствах, возможность делать так называемый трицентрик НАК, то есть контроль доступа по индикаторам безопасности, полученным от внешних сканеров безопасности, и многое-многое другое. Но что интересное появилось в ICE буквально в последних релизах – это Visibility Wizard. То есть сам ICE – это сложный продукт, он многофункциональный, и он требует внедрения каждой отдельной функции, как вот там end-to-end. Требует некоторого понимания, как это работает во всей сети, ну и зачастую он говорил о том, что этим занимаются не наши заказчики, а чаще всего наши партнеры. То есть партнеры имеют высокую компетенцию в этом продукте, они знают, как реализовать настройки для каждого из сценариев, но самый простой сценарий Visibility Wizard – это буквально несколько кликов, которые нам позволяют получить понимание, какие пользователи у нас в сети, какие типы операционных систем, какие профили, то есть какое оборудование у нас используется. получить детализацию по подразделениям территориальным, по организационным подразделениям, по департаментам и так дальше. То есть что требуется для того, чтобы получить вот такое вот контекстное понимание наполнения нашей сети, достаточно связать ICE Active Directory и в принципе выполнить буквально пару настроек для того, чтобы наши устройства были видны, сетевые устройства видны в ICE. Детальная информация, которую мы получаем, она может быть крайне полезна как для мониторинга сети в целом, так и для трэблшутинга каких-то сетевых событий. ICE изначально ориентировался на внедрение средств унификации посредством протокола 802.1X, но в последних своих версиях он получил дополнительный функционал, который позволяет забирать идентификации информации от сторонних источников. Ну, например, там, СИСЛОГ, да, то есть VMI интерфейс Active Directory, внешняя база данных и так дальше. То есть в целом нам не обязательно внедрять 802.1X для того, чтобы обеспечить айдентификацию для всей сети. Естественно, внедрение 1.1X сделает эту привязку строгой. Плюс у нас еще появилась возможность получать более детальную информацию по конечным устройствам, эндпоинтам. Откуда берется эта информация? CISC AnyConnect, как агент, обеспечивающий VPN, обеспечивающий айдентификацию, обеспечивающий проверку соответствия рабочего места корпоративной политики информационной безопасности, обзавелся еще функционалом категоризации приложений, которые работают в нашем рабочем месте. Отдается на эту информацию в виде телеметрии, очень похожей на NetFlow или IPFIX. И в целом эта телеметрия может быть собрана в ВАЙСе для понимания того, что же происходит у нас на конкретном рабочем месте. Мы получаем детальную информацию, что у нас на компьютере, и благодаря агенту мы еще получаем возможность блокировки тех или иных приложений. Что более интересно и что, наверное, самое вкусное в ВАЙСе, это то, что он позволяет связать мир безопасности, мир сетевых устройств, мир мобильный и всю нашу экосистему партнеров в единое целое. Как раз благодаря АЙСу и тем программным интерфейсам, которые у него есть, мы можем обеспечить обмен данными информационной безопасности между нашими устройствами и партнерами, полное понимание identity, то есть какие устройства и пользователи подключены в нашу сеть, реализацию множества сценариев, и самое главное, можем связать те домены управления, которые есть в нашей сети. Это Codos KCI и нашу кампусную сеть, либо ВАНС сеть. То есть вот как раз такая связка на уровне политик, она и обеспечивается на разных фабриках средствами АЙС. Визуализация, как это происходит. То есть фабрика нам позволяет средствами VXLAN изолировать какой-то трафик по всей сети. VXLAN – это большой UDP-пакет, который инкапсулирует себя Ethernet-кадр. АЙС работает с security group тагами, метками. В частности, здесь пользователю присвоена пятая метка. Метки могут быть переданы по сети двумя способами. Первый – вшитый в Ethernet-кадр. И второй способ – через АЙС на каждое устройство можно синхронизировать привязку сетевых параметров к метке. Второй способ – он более гибкий, но менее надежный. Более надежный – это вшить в кадр. Поскольку у нас вся сеть превратилась в фабрику, в фабрике работают VXLAN, и VXLAN инкапсулирует себя Ethernet, security group tag – это расширение Ethernet-кадра, то из конца в конец мы в целом-то получаем возможность доставлять метки по всей нашей сети. При этом промежуточным устройствам достаточно понимать VXLAN и не обязательно понимать, что такое security group таги. Вот приблизительно таким образом производится связка кампусной фабрики с Identity по всей сети, в том числе включая возможность трансляции таких политик в домен управления COD. Там, где работают технологии ACI и Epic Controller для COD. Почему у нас два домена управления? Еще раз хочу на это обратить внимание. У нас есть центр обработки данных, где мы говорим о Application Centered Infrastructure, то есть структуре управления трафиком приложений, сервисных цепочках. Должен ли перед веб-фронт-эндом быть Firewall, IPS, Load Balancer и другие устройства? Как веб-фронт-энд должен быть связан с middleware аппликационом, middleware с базой данных? Это все определяется у нас в SOD. То есть это то, что интересно для этого домена управления. Это абсолютно нерелевантно для домена управления нашей обычной кампусной сетью. То есть здесь интересный и релевантный User Centered Infrastructure. То есть какой пользователь, с какого устройства получил доступ, какие параметры качества обслуживания безопасности ему необходимо предоставить и так дальше и так дальше. Но возникает задача, когда у нас пользователь проводной сети нашей хочет получить доступ к какому-то приложению в SOD, а нам как администратору необходимо понять, что политика у нас сквозная, проблем нет, если есть проблемы, то мы их можем от пробок шутить. Вот как раз связка этих двух доменов управления реализовывается посредством технологий, которые лежат в основе Enterprise фабрики, Data Center фабрики и технологий, которые обеспечивают ICE. Стало совсем немного времени по новинкам, которые есть у нас в Prime Infrastructure. Был несколько переделан дашборд, он стал более юзер-ферендли, то есть мы видим определенные метрики утилизации по дискам, по каналам, по CPU на самом ICE, мы получаем детализированные дашборды с возможностью настройки всех консолей и отображений, с возможностью вытянуть конкретный дашборд на нужный монитор, отвязать, привязать. Полностью исчезла Java, то есть все написано HTML5. Никакого флеша, никакой Java, и это на самом деле да, это действительно очень здорово и работает достаточно быстро. Вся визуализация привязана к, есть возможность привязать к карте, то есть увидеть, где у нас размещено оборудование, сделать детализацию по каждому инциденту, увидеть, какие настройки у нас на оборудовании, какие события у нас, что из этого критично, что не критично, ну и в целом то, что необходимо администратору повседневной жизни. Также мы можем обеспечить детализированные настройки оповещения, когда у нас Prime Infrastructure извещает нас о том, что в сети что-то не так тем или иным способом. Было несколько переделан функционал встроенного сисблоксервера и появилась возможность регулировать критичность событий, то есть, ну, например, чтобы не возникали лишние алерты по тем событиям, которые нам не интересны. Инвентаризация устройств – это функционал, который я был всегда, хочу обратить на него внимание, называется 360View, когда мы, наведя курсорную детализацию по каждому устройству, получаем некий исчерпывающий набор параметров по интерфейсам, модулям, алармам, утилизации процессора и памяти и многое другое. Конечно же, можно создавать собственные шаблоны конфигурации, ровно как и использовать уже преднастроенные шаблоны для множества кейсов настройки. Мы, кроме того, что используем шаблоны, всегда видим, кто запустил изменения и статистику по оборудованию, какие настройки были применены и какие параметры сейчас активны. Появилась возможность аудита конфигураций с возможностью построения достаточно сложной логики для проверки соответствия, скажем так, бейзлайна и тех изменений, которые мы вводим. Визор по мониторингу приложений дает хорошую визуализацию того, какой трафик у нас бегает в сети, и есть возможность оценки готовности к внедрению технологий и распознавания приложений AVC, Application Visibility Control. Конечно же, у нас есть детальная информация по каждому из клиентов с точки зрения общей информации, по сессиям, по безопасности, по мобильности и так дальше. То же самое касается и возможностей внедрения технологий трассек и персонализации доступа. Prime позволяет с помощью визорда оценить, насколько наша сеть готова к внедрению таких технологий. Ну и, конечно же, Cisco One. То есть Prime входит в лицензию Cisco One. В лицензии Cisco One позволяет использовать продвинутые сценарии настройки на IPQM, такие как Intelligent One, ну и ожидаем, что многие другие, которые появятся впоследствии. Cisco One позволяет достаточно просто и выгодно приобретать железо в комплекте с необходимым софтом, который превращает коммутатор и маршрутизатор сетевое оборудование в функциональный элемент, а не просто в коробочку. Таким образом, рекомендую вам при приобретении оборудования спросить, сколько будет стоить оборудование при пересчете на бандлы Cisco One и что туда входит с точки зрения лицензионного наполнения. За этим все.